Вопрос для вебинара Вопрос для вебинара Вопрос для вебинара Вопрос для вебинар Вопрос для вебинара Почему? В данном случае упоминается плужная подошва. То есть, знаете как, это плуг идет, он рыхлезет почву, правильно? А низ уплотняет. Получается так, что потом, если посадить саженец или посадить семечко, корни, а значит и все дерево, попадает в неприятное для них состояние. В данном случае речь идет не об отрезке центрального корня, а угнетение его развития, упирается в твердую почву. Это приводит как раз к раннему плодношению, о чудо, годится только для любознательных, для селекционеров, жизнь коротка, надо вырастить много поколений. Вот это еще годится. К тому же, все-таки угнетается центральный корень, не получает нормального развития, но все-таки не отрезается. Хотя бы так. Но для нормального садоводства, для нормальных людей, дачников, это должно быть исключено. Поэтому я противник этого, в принципе. Кому надо, тот знает, как сделать раннее плодношение. Пересадил, получим раннее. То есть пересадил, значит, замечал. Вот. Обрезку сделал, перевод на плодношение. Всегда задержка роста. Всегда болезненное состояние. Вот мое мнение объективное. Никакого раннего плодношения для нормального сада. Иначе короткий век. Вот. Просто никто не связывает короткий век с обилием плодов первые годы. Дерево должно иметь детство. Никакого раннего плодношения. Чем позже дерево вступит в плодношение, тем лучше у него был период детства. Тем оно нормально вызрит, вырастет. Вот. Подробнее чуть позже. А перед вами фотография. Это с моего питомника. Вот. Объясняю. У меня таких, вы видели в фильмах много фото. Что здесь видите? В горшке. Это почти то же самое, что плужная подошва. Вот. Здесь очень неуютно корням. Стремится быстрее дать. Уже когда дерево неуютно, оно забывает, что ему надо развиваться. Ему надо дать семечки потомства. Вот этим пользуются изверги, садисты. Ну хорошо, хоть этот товарищ, этот доктор наук, по крайней мере, не это. Не калечит корни. А только сдерживал их рост. Вот. Хотя хрен редкий. Продолжение следует.